Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой молодой человек по телефону каждый день неподолгу общается с женщиной старше него, у нее есть дети, он говорит, что они просто друзья, он делится с ней всем после разговоров с ней, потом говорит, что мне интересно, она дает советы, мне это не нравится, это я себе что-то придумываю, или это не просто дружба? Спрашивает аноним, собственно говоря. Вы знаете, аноним, мне кажется, что вот ключевой момент, на который вы, как мне кажется, обращаете внимание, слишком сильно, да? Это то, что вы пытаетесь понять, какими за ними отношения. Правда в том, что это может быть с 50% вероятностью, да? Это может быть как? Действительно дружба такая вот, ну потому что здесь многое зависит от того, например, верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной. Вот. То есть, как бы, если вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной, ну, значит, это дружба. Ну, вот. Если вы не верите в дружбу между мужчиной и женщиной, соответственно, ну, для вас это вряд ли будет дружбой. То есть, вы, вот, всё равно, всё равно, как бы, будете это воспринимать не как дружбу, а как вот что-то другое. Да? И со своей, как бы, странной стороны, возможно, будете правы. Но. В общем, здесь суть. Суть в том, что человек-то может выстраивать какие угодно отношения с, ну, с другими людьми. Это его, как бы, право, да? Это его вывод жить так, как он живёт. Момент в том, как вы на это реагируете. Вот. Вы говорите, что вам не нравится. А, вот, то, что происходит. Вы, вроде бы, об этом говорите, что вам это не нравится. И. А, вас, в общем-то, не сложно понять. Это действительно не очень приятно. Но, что дальше-то? Почему у вас, у вас, эээ, реакция на то, что вам не нравится, да? Это, эээ, понять человека. Как бы. Ну, то есть, вот, то, что вы его, вот, эээ, пытаетесь, эээ, вот, понять. То, что вы, вот, эээ, как-то, значит, ээээ, пытаетесь разобраться, в том, да, это у вас, эээ, значит, эээ, как бы, иллюзии какие-то. Или, там, что-то на самом деле, там, между ними есть. Вот. Понимаете, какая штука. То есть, мне кажется, что вы здесь довольно мало выделяете внимание именно на себе, именно на свои реакции, именно тому, что, вот, вы сами, эээ, чего хотите, хотите. Вот. Понимаете? Ну, если вы, уделяете, я думаю, мало внимания, если вы, как-то, вот, ну, не позволяете себе, свои, там, личные границы защищать, да, если вы, эээ, игнорируете то, что вас обесценивают, то, конечно, уровень зависимости вашей, эээ, будет увеличиваться, а у молодого, у молодого человека, эээ, необходимость, ээээ, что-то менять, будет уменьшаться. Понимаете? То есть, зачем что-то менять, если, как бы, ну, всё и так хорошо? Вот. Если всё и так работает, если вы только, как бы, ну, вместо, и вы совершенно спокойно терпите то, что вам не нравится. Вот. Я бы сказал, что, ээээ, почему вы с ним? Почему вы с ним, и, как вы видите, в дальнейшем развитие ваших отношений с молодым человеком? Вот. Что важно? И потом постарайтесь, вот, сопоставить то, что ожидаете вы, и то, что на самом деле происходит. Самое здесь неприятное и тревожное, то, что молодой человек говорит вам, что вы, ээээ, как бы, ээээ, значит, ээээ, что вы не интересны ему. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, идёт откровенное обесценивание вас, в данном случае. И вот этот момент тревожит, что вы, по сути, ну, так спокойно относитесь, получается, к тому, что вас обесценивают. По факту. Вот. Ну, тут нужно задать вопрос, если мне неинтересно, да, то зачем я с этим человеком? Если мне нравится общаться с женщиной старше себя, то, может быть, мы не подходим, как мужчина и женщина, вот, друг к другу. А может быть, нам нужно что-то менять? Мне, мне что-то менять. Нужно. Понимаете? Рэм. И... Спросите себя. А зачем? Я-то зачем с ним? Вот. Я-то... Чего хочу? Понимаете? Какая штука здесь? Вот. Поэтому... На данный аспект нужно обратить ваше внимание. И... Необязательно расставаться, вот, просто вам нужно больше времени делать себе. Вот. А сейчас получается, что вы довольно много внимания делаете ему, вот, тем самым, как бы, демонстрируя ему, что он вам важен. Да? Чересчур. Вот. А для некоторых мужчин, вот, демонстрация, демонстрация того, что они важны, ну, вот, несколько не желательно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это нужно для того, чтобы вы сформулировали для себя направление работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.